Если бы мне еще года три назад сказали, что я почти в сороковник буду выполнять домашние задания, ходить на занятия, готовиться к экзаменам, я бы сказал, вы там совсем с приветом. Кстати, привет, просветители. Но вот он я, вечный студент. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, то знаете, что меньше чем через месяц я буду сдавать экзамен по немецкому языку на уровень B1. Мидкарты биты. И я решил, что сейчас самое время снять что-то абсолютно не связанное с политиками, чиновниками и бредовыми инициативами. Возможно, это и вам поможет немного отвлечься от последних жутких новостей. Плюс я просто обожаю ролики, в которых люди рассказывают, как они учатся, как готовятся. Ты можешь уйти из школы, а вот школа из тебя никогда не уйдет. Ауф. Безумно можно быть первым. Да, та самая ситуация, когда вместо того, чтобы учить иностранный язык, ты смотришь уже десятое видео за сегодня о том, как учить иностранный язык. Этот ролик как раз об этом. Я, естественно, буду говорить о своем опыте с немецким языком. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Но все, о чем я буду рассказывать, отлично применимо и к любому другому языку. Вводные данные. Меня очень радуют ролики, в которых люди делятся своими потрясающими историями лингвистического успеха. Что-нибудь из серии подготовился к экзамену Б2 с нуля за четыре месяца. А потом открываешь видео и тебе заявляют. Ну, у меня, конечно, в старшей школе была потрясающая учительница английского языка, которая заложила отличную базу. Да и учился я в языковом лицее. Но это не считается. Окей. В моем случае до первого занятия немецким я знал. Ich heiße Pasha, ich komme aus Tuchkowa. Ну и еще guten Morgen, guten Tag. Дал по морде просто так. Все. Я не утрирую. До прошлого лета это действительно были все мои знания. Я на самом деле начал с нуля. Поэтому, наверное, если вы тот самый гений, который за полгода овладел японским, за четыре месяца стал звездой итальянского, это видео не для вас. У вас и так уже все в жизни отлично сложилось. Здесь же только боль, страдания и медленное движение в сторону цели. Буквально гусиным шагом. Но если вы к числу тех самых счастливчиков не относитесь, я надеюсь, что это видео окажется для вас полезным. Начну, наверное, с формы обучения. Тот самый вопрос, который встает перед каждым, кто берется за иностранный язык. Учить самостоятельно, с репетитором или на языковых курсах. Я попробовал все. Английский язык довел до достаточно хорошего уровня самостоятельно, в максимально расслабленном режиме, без помощи преподавателей. Просто переводил песни любимых исполнителей и поглощал тонны контента на Нетфликсе. И на все про все потребовалось всего-то года три. Сейчас же ситуация иная. Во-первых, с немецким мне хотелось справиться немного побыстрее. Наивный мальчик. И окончание прилагательных в немецком языке сейчас такие. Ага, приветик. Побыстрее. А во-вторых, какие-то самые базовые английские слова и грамматику мне дала школа. Поэтому мне было с чем работать. Когда же встал вопрос об изучении немецкого, да еще и о необходимости получения языкового сертификата, даже думать об этом страшно. Я сразу же понял, что мне нужна помощь специалиста. Алло, доктор? Ну и учить абсолютно незнакомый язык с преподавателем все же легче, думал я. Начал я с групповых занятий в Гёте-институте. Это, пожалуй, самый известный центр изучения немецкого в мире. Практически в каждой стране есть филиал. А то и не один. И буквально через пару недель понял, что мне этот формат абсолютно не подходит. Я могу понять, почему школьники приходят на уроки неподготовленные и ничего не хотят. Их тупо заставили. Но когда взрослые люди, которым язык нужен для работы или получения гражданства, которые сами заплатили деньги, свои, кровные, не делают ничего, и в итоге тебя постоянно запихивают в пару с товарищами, которые даже задания не слушают. И да, фишка моих курсов была в бесконечных групповых упражнениях. Что на бумаге на самом-то деле круто. Ну, знаете, говорение, коммуникация, общение. Но когда ты все время тратишь на то, чтобы объяснить партнеру, а что от тебя требуется и что, черт побери, здесь, собственно говоря, происходит, это вообще не весело. Ну, знаете, прям минус вайп. Я не шучу. Вот реально опять почувствовал себя в школе, в роли учителя. И да, я знаю, что объяснение материала другому, это тоже отличный способ обучения. Но я-то на курсы немного для другого записывался. Не, чтобы на русском языке объяснять одноклассникам, что вообще делать надо. Мне практика нужна. Срочно. Их браухе дай на хильфе. Плюс, если мы говорим об иностранных языках, я тот товарищ, которому нужно все повторить 254 раза, чтобы у меня хоть что-то в голове отложилось. И как вы абсолютно резонно можете отметить... Знаешь что, Пашенька, с такими запросами топай-ка ты к репетитору. Вот я и потопал. Я нашел в городе языковую школу, которая предлагала индивидуальные занятия. И с сентября, если не ошибаюсь, начал заниматься с преподавателем 3 раза в неделю по часу. Но параллельно продолжал и групповые занятия. И вот именно в этот момент я наконец-таки почувствовал, что я хоть что-то начинаю понимать. Я увидел прогресс, и это было для меня супер важно. Потому что в первые два месяца у меня была, ну, натуральная паника. У меня не получалось ничего. Подписчики моего телеграмма не дадут соврать. Я постоянно жаловался, что все плохо. Зато все тесты без ошибок. Сказать ничего не могу. Перевести, ну, дай бог каждое третье слово. Но зато тесты. Жаль только, что сейчас, когда мне предстоит на экзамене выполнять тестовые задания, этот талант куда-то испарился. Но чтобы увидеть этот самый прогресс, мне было недостаточно просто нанять репетитора. В смысле? Я вам деньги плачу? Когда я говорил про необходимость все повторять по 10 раз, я не шутил. Уже на групповых занятиях я понял, что не тяну. Совсем. Я выполняю все, что мне говорят. Все домашки, все слова пытаюсь учить. По эффекту кот наплакал. Каждый раз, как с чистого листа. И вот тут-то я и понял. И это первый совет. Нужно делать больше. Что я имею в виду, объясню на конкретном примере. Мы занимались вот по этому учебнику. И чаще всего надо мне задавали выучить слова. Обожаю учить слова. Выполнить тесты и сделать пару упражнений. Я же начал делать все, что мы не успевали на уроке. Каждое задание. Искренне завидую людям, которым достаточно вот буквально пару раз употребить слово и грамматическую конструкцию, и они все запомнили. Вот это вообще не про меня. Про меня это забыть, что ты это слово встречал 2 минут назад. Так как я не новичок в педагогике, я решил выяснить, а что я еще могу сделать. Станцевать чечетку, например. Опыт преподавания русского языка подсказал мне, что обычно практически к любому учебнику есть целая толпа дидактических материалов. Приветики. И в итоге к следующему занятию я выполнял все упражнения из каждого учебника. Да, я не ищу легких путей. Более того, для большинства учебных пособий есть интернет-ресурсы. Мой учебник оказался не исключением. Удивительно, правда? В каждой теме на официальном сайте издательства есть масса заданий, которые автоматически проверяются. И вот это просто громадный плюс для самостоятельной учебы. Естественно, я начал выполнять их тоже. Мне кажется, вот уже на этом бы моменте любой человек либо гением немецкого стал, либо свихнулся. Как вы понимаете, я не гений. Эй, я сошла с ума. Какая досада. Я отлично осознаю, что столько времени уделять учебе может не каждый. И это не совсем похоже на тот советик из интернетика. Как не делая ни-чего, всего за три недели выучить язык. Если вы знаете ответ на этот вопрос, пожалуйста, напишите в комментариях. Мне будет полезно. Но, к счастью, наверное, к счастью, у меня есть одна особенность. Я умею ломать себя через колено. Если надо, то надо. Фильмы, сериалы, игры, сон. Немецкий. В этом плане я просто идеальный работник бюджетной организации. Через не могу. И в таком режиме я занимался где-то 4 месяца. Пока не понял, что вот еще немного, и я закричу. И не от удовольствия. Ну, простите, не особо мне весело читать максимально банальные тексты про Берлин, столица Германии и... Моя мама пошла в магазин. И это как раз тот момент, когда очень легко получить выгорание. И мне кажется, здесь очень важно совершить прыжок веры. От банальных упражнений до более-менее нормального контента на изучаемом языке. Более-менее. Очень важно. Я неоднократно видел, в том числе на примере моих учеников и просто людей из интернета, как неоправданные ожидания, очень сильно влияют на мотивацию. Человек изучает язык буквально полтора месяца, но уже хочет изучать Шиллера в оригинале. Ну, что я могу сказать? Удачи! Или со словарным запасом 30 слов хватаемся за сериалы. Если бы я со своим уровнем немецкого языка в тот момент решил немецкие газеты почитать или сериалом Тьма насладиться... А что, я зря, что ли, язык учу? Ничего бы, кроме разочарования, я бы не получил. Прежде чем погружаться в контент для носителей языка, неплохо бы для начала как следует изучить то, что создается для тех, кто его учит. И нет, я не про учебники. Но начнем с чтения. Для меня самым настоящим открытием и тем самым моментом, который снова заставил заинтересоваться языком, стал журнал Deutsch Perfect. Специализированное издание для тех, кто учит немецкий. У этого же издательства есть похожие журналы для тех, кто изучает испанский, итальянский, французский и английский. Идея довольно проста. Все статьи делятся на три категории сложности. Простой, средний и сложный. Я, естественно, начинал с простого. И, о чудо, я читаю актуальные статьи про экономику, спорт, соцсети, Германию на немецком языке и понимаю практически все. Потому что я читаю то, что изначально было на мой уровень рассчитано. Да, пока без Шиллера. Но самое главное, это просто интересный современный журнал. Больше никаких папа любит ездить на машине. Я просто в какой-то момент поймал себя на мысли, что мне не хочется прекращать читать. Не знаю, что там с другими версиями, но авторы немецкой молодцы. А еще было забавно, когда я сначала посмотрел несколько роликов в ТикТоке блогера, который снимает видео о стереотипах жизни в Германии, а потом буквально в этот же день прочитал его интервью в Дочь Перфект. Типа, ааа, за мной наблюдают. Большой брат, третий глаз. И кто там дальше по списку. Это вообще не ощущается как обучение. Ты просто классно проводишь время. У каждого свое понимание классно проведенного времени. Не надо меня осуждать. У журнала есть мобильное приложение, официальный сайт. Обязательно зацените. Продолжим тему чтения, но на этот раз перейдем к книгам. Ну, я ж филолог. Если у вас уровень А2, желательно читать материалы, созданные для А1. Если Б1, то А2. Всегда на уровень ниже. А то это будет уже не чтение, а учеба. А у нас для этого учебники есть. Потому что иначе вы не наслаждаться историей будете, а каждое второе слово в словаре искать. В этом плане я очень советую вот эти книги. Опять же, на разных языках. Это короткие рассказы Оли Ричардса. Они отлично подойдут для тех, кто хочет читать что-то интересное, несложное и не очень длинное. Книги есть как для новичков, так и для тех, кто уже достаточно твердо стоит на языковой почве. Испанский, французский, шведский, норвежский, итальянский, английский. Языков просто море. А где найти? Спросите вы. А я скажу. В Яндексе есть ответы на все вопросы. Просто вбиваете название книги и опа, получаете ответ. Меня просто всякий раз на стриме тоже удивляет, когда меня люди спрашивают, Павел, а где можно купить вашу книгу? И знаете, что я делаю? Я тоже вот ввожу свою фамилию, название книги и смотрю, где она доступна. Вот Яндекс мне сообщает. В принципе, пользоваться поисковиками это шикарный навык. Вот прям всем советую. Здесь могла бы быть реклама Яндекса или Гугла, но ее нет. Но зато вы можете подписаться на Бусти или Патреон. Как вариант. Для тех, кто учит немецкий, очень советую, и здесь я, к сожалению, аналогов на других языках не знаю, серию книг Андре Кляйна «Дина Ляхн Дойч». Достаточно интересные и простые рассказы про молодого итальянца, который переехал в Германию. И пытается вместе с нами понять немцев и немецкий язык. Читать банально интересно. Как и в предыдущих книгах, после каждой главы дан перевод основных слов. Но произведение построено так, что, скорее всего, словарь вам особо не понадобится, потому что все достаточно просто. Но, повторю, интересно. И за счет того, что ты достаточно много читаешь, а не тратишь все время на поиск сотни незнакомых слов, и происходит то самое языковое погружение. Да, безусловно, встречаются новые слова. Это естественно. Мы все-таки пытаемся свой вокабуляр расширять. Но их не очень много, и авторы всегда держат в уме, кто их читатель. Они понимают, что мы с вами только начинаем этот путь. Поэтому вас не закидывают толпой незнакомых слов, которые больше подходят уровню С1. Если читать вы не особо любите, то самое время присмотреться к сериалам. Но не на Нетфликсе. К тому же его нет в России. Нам нужны сериалы, которые специально снимали для иностранцев, которые изучают язык. То есть учебные сериалы. Моя огромная любовь – это шоу Никас Вег. Короткие полутораминутные серии про испанца, которые в начале сериала ни слова не знают на немецком, но остаются в Берлине без документов. Весело, интересно и несложно. И после каждой серии толпа грамматических заданий. Интерактивных. Вам все проверят. Первые серии – это А1. То есть для совсем не валяшечек. А последние уже – Б1. Это настоящий учебный курс. Бесплатный. И за счет того, что актеры классные, а история достаточно интересная, вам просто не хочется заканчивать учебу. Вы хотите посмотреть еще одну серию. Но все как в Нетфликсе. Только разница в том, что авторы сериала знают, что вы только начинаете изучать язык. И вас буквально вот за ручку поведут. Что-то мне подсказывает, что вряд ли немецкий – один такой уникальный. И наверняка существуют подобные обучающие сериалы и для других языков. Да даже на том же немецком. Я еще как минимум парочку знаю. Просто загуглите. Следующая остановка – мультфильмы. На ютубе вбиваете название вашего языка, слово «мультфильмы» или «диалог», и добавляете волшебную фразу. For beginners. Наслаждайтесь. Именно так я нашел максимально галлюциногенный мультик про девочку, которая не умеет читать и обожает шаурму. Это отвал всего. Если слов вы знаете уже много, а вот с пониманием на слух беда, на ютубе есть целая группа каналов «изи» и название языка. Например, «изи джерман». Авторы берут интервью у носителей и порой объясняют грамматические темы. В немецкой версии есть потрясающие циклы для новичков «слоу джерман» и «супер изи джерман». Здесь и так все понятно. И вот это следующая подсказка. Вбиваете на английском название языка и добавляете «слоу». И вам открывается совершенно новый потрясающий мир анимационных роликов, подкастов, каких-то разговорных видосов. Не хватайтесь сразу же за блогеров, которые вещают на свою страну. В ютубе есть море контента, на немецком и английском языке уж точно, для новичков. Не лишайте себя возможности почувствовать, что вы что-то знаете. Потому что если сразу же со своим «А2» ломануться в «С2», ничего кроме «Апати» не получишь. И я уже упоминал подкасты. Это очень крутая штука, но еще раз повторю, если подкаст соответствующего уровня. А как я найду? В поисковой строке ютуба или сервиса подкаста вбиваем название языка, слово «подкаст» и добавляем «slow» или «for beginners». Именно таким нехитрым способом я нашел все те ресурсы, которые сейчас использую. И вот когда я окружил себя интересными, ключевое слово, книгами, журналами, видосами, сериалами, подкастами, для новичков, я перестал ощущать, что тащу за собой мешок камней. Я наконец-таки увидел результат. У меня появилась база. Да, сегодня я именно базу выдаю. Сомневаюсь, конечно, что я увижу этот результат на экзамене. Это другой вопрос. Но тем не менее. И да, я же, если что, немецкий учу значительно меньше года. Поэтому мне простительно. Отдельная тема – это приложение для телефона, которое я использую. И нет, я не про дуолингва. Но не только про дуолингва. Напишите в комментариях, если вам был бы интересен ролик о лучших, на мой скромный взгляд, языковых приложениях. Опять же, говорить буду не только о немецком языке. Очень жду вашу обратную связь и, конечно же, советы по изучению иностранных языков. Напишите, какой язык учите вы. Или какие языки. Знаю, что среди моих подписчиков есть настоящие полиглоты. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, там интересные, все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы. И, кроме того, доступен эксклюзивный контент. Сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моего канала, моей страничке Boosty. Большое спасибо за поддержку. Я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже через неделю, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Спасибо.